Общий объем инвестиций больше 1 миллиарда рублей, из которых около 500 миллионов вложил банк Кубанькредит. Руководитель региона Вениамин Кондратьев назвал председателя наблюдательного совета банка Виктора Бударина самым надежным партнером краевой администрации. Без него многие, поверьте, многие проекты, которые реализованы в администрации края, так бы и остались проектами. А сегодня они реализованы и имеют активное жизненное применение. После торжественного разрезания красной ленты Кондратьеву показали все этапы производства газобетона. Максимальная проектная мощность нового завода – 300 тысяч кубометров в год. Из этого прочного материала можно строить быстровозводимое недорогое жилье, причем как мало, так и многоэтажное. Завод будет работать по принципу безотходного полностью автоматизированного производства современной системы энергосбережения. А при изготовлении газобетона здесь будут использовать только местное сырье. Кроме того, завод обеспечит достойной заработной платой 140 человек. Можно бесконечно говорить долго о кризисе, но бизнес, он как никто иной реагирует на проседание или рост экономики. И если сегодня такие производства открываются, то на самом деле кризис, ну если о нем и говорить, то где-то на подходе. И реально надо говорить о том, что сегодня мы с уверенностью смотрим будущее, потому что бизнес, как никто иной, готов складывать в ударочный день. Если бы что-то было не так, поверьте, мы бы это производство, которое у нас за спиной, никогда бы не увидели. Банк Кубань Кредит будет дальше продолжать финансировать такие современные производства и другие. И я думаю, что все будет хорошо. И, естественно, Кубань у нас будет только получать от этого, так сказать, выгоду. По словам руководства нового завода, продукция комбината стеновых материалов будет востребована среди строительных компаний частных застройщиков в Кубани, Ставропольского края, Ростовской области и Республик Северного Кавказа.